доброе утро друзья ну оно уже не утро уже обед и только дошли руки у меня до пересадки рая и посмотреть что же мы тут словили с вами так у меня здесь шурупчики я их специально закрываю чтобы в случае снятия крышки рая чтобы там бывает и падали ловушки чтобы все было на месте ничего не выпадало пчелы пчелы не вылазили так рую отставляем в стороночку одеваем маску сетку и будем пересаживать вот наш улей улей есть литок открываем и теперь смотрим что творится у нас следующий словили мы рой рой небольшой ну могу показать принципе как видим пчелки есть но он небольшой ну и теперь смотрим у меня тут я на рамках любила гвоздики специально чтобы рамки так как у меня нету разделителей вофмана то я прибивал рамочки гвоздиками чтобы рамки не плавали туда-сюда при перевозке при поднятии и так дальше ну теперь смотрим что у нас получилось рамки я в последнее время стал ставить светлые в ловушке ну что я вам скажу нектарчик есть это было ващина ващина оттянута практически пчелка пчелка посмотрю по клеще пчелка чистенькая пока я ни одного клеща не видел не увидел вернее есть трутень это это нас рой молодой с молодой маткой я уже вижу потому что трутень раз много вот рамочку я ставил более коричневую расплода нету личинок нету все таки это наверное рой с молодой маткой он только недавно попался у нас прошла как я говорил неделька но мне интересно найти маточку пчелы серенькие но есть такая какая-то желтизна так опять ващина или снова раньше оставил темные рамки но потом понял что это темные рамки они могут моль завестись и так далее вот есть и матка матка не плодная не знаю видно вам или нет вот маточка неплодная что мы сделаем матку я сейчас удалять не буду так как у меня я занимаюсь выводом маток и мне не нужны другие матки на пасеке я эту матку сейчас помечу и посмотрю как она оплодотвориться как она начнет сеять когда она начнет только значит засеет и эту матку кому-то подарю или удалю если кому-то не надо будет и подсажу сюда свою матку породы карники может это карника может все может быть потому что это далеко от моей пасеки я словил этого рая то все может быть маточку мы пометили я сейчас вам ее покажу спряталась покажу помеченную желтую рамочка светленькая хотел показать пчелки пчелки девы есть мама мама молодушечка ой мама мама где-то короче пометил так матку что теперь не найду теперь дальше это тоже рамочка она светло-коричневая не темная пчелки есть расплода нигде нет матка неплодная вот снова ващину я оставил она потянута тоже ващину и вот еще коричневая рамочка пчелы немного ну и принципе для рая нормально немало и вот еще у нас осталась одна рамочка ващины которую они не тронули ну так как это рой с молодой маткой я как правило его загружаю ващиной рой в него очень активный только он вылетел и практически первые две недели он очень активный и его можно загружать ващиной в нашем случае матка неплодная она только оплодотвориться они вообще сюда можно забить корпус ващины до полного и они будут работать на так сказать убой ну поехали дальше матку я где-то пометил она где-то здесь лазит я взял две рамочки две рамочки медовых еще с прошлого года подсолнух который надо тоже отдавать пчелкам так мы его поставим вот сюда так потом нас ващинка потом у нас рамочка с суснинкой потом снова у нас вот здесь челки чистенькие спокойненькие вот у нас ващинка вот там ващинка сюда и еще рамочку медовую кроющуюся. За ней я поставлю ващинку, пускай они ее оттягиваю. Теперь надо вытянуть только гвозди и рамочку старой суши. Есть такое дело. А это вот так, все. Рой, друзья, у нас ловлен. Рой небольшой, но мне он понравился тем, что пчелки чистенькие, ващину тянут, матка облетится и обязательно я ее поменяю. Потом в данный момент хоть пчелы у нас чистенькие. У меня есть вот такие полосочки, которые называются варакил. Это новые полоски, но полоски от клеща. Это производитель этих полосок, как вот мне прислали вместе с сертификатом анализа. Мне прислали сертификатом анализа, здесь есть, и с рестрационным удостоверением. Полоски называются варакил. Это действующее вещество флуолинат. Одна полоска имеет у нас флуолината 40 миллиграмм. Я не знаю, что это за полоски. И вот как раз на семьях своих сильно мне не хочется их тестировать, потому что производитель Сичуань Ванши какой-то, анимал непонятно что, официальный дистрибьютор в Украине фирма Хэйл Вэл. Тут телефоны и так дальше. Называется варакил. Насколько это хорошие полоски, я не знаю. Но на семьях тестировать как-то не очень хочется. А вот рой, ну попробуем на раю. Раи, чтобы не занести заразу на свою пасеку, желательно на свою пасеку не везти, а лучше отвезти где-то на другой точок, другое село, чтобы, не дай бог, не было там гневцов и так дальше. Ну, нужно все равно контролировать этот весь процесс. Я раи ловлю, смотрю. В принципе, оно видно сразу по пчелках. И сейчас матка молодая, сейчас период раения, как бы, я думаю, что все будет нормально. Но опять же, надо это контролировать. Хоть клеща и нету, но от клеща мы поставим эти, протестируем эти полоски варакил Хэл. Ну да, Хэл. И посмотрим, что китайцы придумали, что тут написано. Написано, что варакил Хэл ветеринарный препарат, который представляет, ну короче, новый препарат, экологически безопасный и так дальше. Но есть тут, здесь написано на четыре полоски, а запах есть. Ну, тут все как обычно. Увалена 40 миллиграмм и так дальше. Ставить надо на срок от 7 до 10 дней, потом надо вынимать. Ну, естественно, так как я ставлю неизвестные для меня полоски и пчелки носят мед, эту семью под номером, который у нас будет, под номером 91, я сейчас, кстати, запишу сразу, мы внесем наш журнал, чтобы я с этого улья мед качать не буду. То есть, потому что, не дай бог, какой-то антибиотик потом высветится или еще что-то в меду, мне это не очень интересно. Так, номер 91. Это будет рой. С него... С него мы меда брать не будем. Ну, и теперь попробуем поставить наши полоски в аракил. Тут четыре полоски, в принципе, по 40 миллиграмм. Ну, я думаю, рой небольшой. Но две полосочки поставлю. Две полосочки. Посмотрим, что оно будет. Полоски у нас здесь на пластике. Бывает или шпон, или поликлор виниловая стричка. Ну, у нас шпон, ой, стричка. Я, конечно, с собой не взял ни гвоздика, ничего. Ну, я пока поеду, я не уронил. У нас гвоздики есть. на рамочку. Мы возьмем... Вот. Один. Поставлю в центре гнезда. Есть такой гнезда. Ну, в принципе, кости я сейчас приду и вытащу. И повытаскиваю. Матку хоть тут нигде не выпало. Не видно. Ну, что, друзья, вот такой рой мы с вами словили. Прошла неделька от постановки ловушки. В принципе, я раньше рой ловил очень усиленно. Сейчас нет на это времени. Но чтобы не терять квалификацию, я вблизи недалеко, чтобы далеко не ездить от пасеки, ставлю эти ловушечки. И, в принципе, как видите, охота нас удалась. Все, друзья, полоски вороки мы попробуем, как они... Ну, дело в том, что пчелки чистенькие, они могут и не работать. Но, тем не менее, клеща надо есть, клещ или нет, их надо сбивать. Потому что визуально их можно не видно, клещи могут быть там в тергитах, в тернитах и так дальше. Ну, будем смотреть. Рой хороший, относительно небольшой, с молодой маткой. Ну, дальше будем наблюдать за ним. Все, друзья, с вами был Иван Фабро. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Следите за новостями. Ну, и всем желаю удачи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok